Всем привет! Это Шпаргалка и с вами я, Алена Тимирова. Сегодня я приехала на жара Media Awards, чтобы устроить нашим звездам настоящую школьную проверку. Ну что, кто первый к доске? Готовы ответить на школьные вопросы? Ну что делать? Придется. Это же моя самая любимая рубрика на всех премиях. Я не готов к этой игре давать, я просто пройду и дальше отвечаю. Я всегда готов. Вообще всегда. 24 на 7. Только задавай. Как часто вы прогуливали уроки? Это же школьные вопросы. Я была готова к синус-косинус. Я редко прогуливала, но это была всегда уважительная причина. Ребята не прогуливали школу, но прогуливают периодические репетиции. Как часто ты прогуливала уроки? Вы знаете, я вообще была отличницей в школе, поэтому уроки я не прогуливала. Вообще я не часто прогуливал, всегда ходил на все уроки. Я прогулял всю третью четверть в шестом классе. Мне даже не стыдно, я отлично учился. Слушай, ну я в основном по уважительной причине из-за тренировок, но приходилось, приходилось. Не делайте так, не делайте. Ой, ну кстати, я хорошо училась, но прогуливала всегда первые и вторые уроки, потому что любила поспать. В школе никогда. Я прогуливала уже в университете, а в школе я вот была отличница. В восьмом классе весь восьмой класс прогулял. Ты любила ходить в школу? Обожала просто. Я любила учиться и люблю учиться. Какие-то дни недели – да, какие-то нет. Где было две геометрии, мне не нравилось. Где было две физкультуры, мне очень нравилось. Я любила очень сильно спать, поэтому мне давалось очень трудно просыпаться туда, как минимум. Да, сильно люблю. А в какой песне можно услышать эти строчки? Пурием глою небо кроет, вихри снежные крутя. Конечно же у Джонни. Конечно же Джонни. Пурием глою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверя назовоет, то заплачет, как дитя. А автор у нас Пушкин. 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 Пу? Пушкин. Это Пушкин? Не помню. Я тоже не помню, честно говоря. А кто это Пушкин? Это, да, это правильно. Пурием глою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверя назовоет, то заплачет, как дитя. А написал это кто? Пушкин Лермонтов? Пушкин, конечно же. Что-то там Пушкин, Александр Сергеевич. Да, это правильно. Что-то не подсказывай. Почему учителя говорят лес рук, если вы сидите в помещении? Ну что, в кавычках много желающих ответить. Потому что они привыкли использовать коронные фразы друг за другом, из поколения в поколение, и мне кажется, они сами не знают, зачем они так делают. Ну, рук много, как в лесу деревьев. Были ли у вас какие-нибудь клички в школе? У меня нет, у меня все называли меня Люся, а у вас? Я знаю, что у Никиты Мусатова была кличка Мусик. А теперь я его так и называю Мусик, потому что он наш милашка. Это очень мило. Меня называли Дементером из Гарри Поттера. Вот эти вот черные страшные штуки, почему-то мальчики в школе меня обзывали, когда мне было восемь. Джеки Чан. Випо. Конфуз. Владос. Ниндзя. Майклом Джексоном меня назвали, потому что я в школе танцевал. Лунную походку? Да. Чак Норрис. О, это же Джексон, Джексон, это наш Джексон. У тебя была кличка в школе? Если была, то какая? Пытались что-то мне привить, и Кудрявый, и Кудряш, и Стасян, и что-то, ну, не пошла кличка вообще никак. Моя девочка фамилия Маркова, поэтому я была Марк. А у меня фамилия Беляков, я был Беляш. У меня фамилия Чабанова была отлично такая, Чабан, типа меня сокращенно называли. Это псевдоним Кауфман, фамилия Разниченко, и получается, меня назвали просто Росня. Ну, его зовут Саша. Когда-то за мной в начальной школе ввязалась кличка Картошка, поэтому мой первый ник был Картошка Иван, а сейчас я Терем Малышев. У меня была кличка в школе, у меня отлетела набойка от туплей, я все время цокала, поэтому меня называли Кобылка. Почему дикобразы не тонут? Дикобразы? Они не тонут? Не плавают, потому что они не плавают. Ну, на самом деле плавают, именно их особенность во внешности. Иголки? Да, а что в их иголках? Воздух. Воздух. Да, это правильно. Почему дикобразы не тонут? Что? Не знаю, их иголочки выталкивают на поверхность? Дикобразы, потому что они не плавают? Почему сказать, я не знаю. Потому что в их иголках находится воздух. А, ничего себе, иголки. Что в этих иголках находится? Не знаю, их выталкивает на поверхность. Может быть, какие-то ворсинки? Воздух. Воздух. Да, правильно, гений. Но вы оба. Дождем, полгода. Эврика, воскликнул он и открыл закон. Кто это? Ну, конечно же, это был Ньютон. Ой, господи. Не, не, это что, не, не, не. Не подсказку. Ну, нет, подождите. На боку А начинается. Альбер, Аполог? Нет. Альбер говорит Аристотель. Архимед. Да, правильно. Всех. Андрей наш сосед. На двоих назвали. По его закону после обеда полагается поспать. А, подождите. По его закону... Архимед. Да, правильно. Америга висок. Архимед. Архимед? Да, Архимед. Архимед. Вспомни какую-нибудь коронную фразу твоего учителя. А голову ты дома не забыл? Голову ты дома не забыл? А голову вы дома не забыли? Ты никогда ничего не добьешься. А сейчас я на премии «Жара» на синей дорожке. Выйди и зайди правильно. Мне так же говорят. Знаете, у меня есть только фраза моего учителя по физике, Галина Валентиновна. Она всегда говорила, у Зарубина все будет хорошо. Вот она всегда говорила. Я сидел, моя физика узнал лучше всех практически в классе. Вот вы учитесь, учитесь, а у Зарубина все будет хорошо. И мне тогда фраза Галина Валентинна «У Зарубина все будет хорошо» очень успокаивает. Вспомните какую-нибудь коронную фразу своего учителя. Последняя парта. Заткнулись. Потому что мы были очень такие непослушные пацаны. Вы же мои дети. Вот говорила мама, за косичку не надо дергать Двойку поставлю Всегда пугали, говорили, все У тебя ничего не получится, ты останешься на второй год Коронная фраза учителя у меня была такая Торопышка был голодный, подавился кое-чем Это я прям вот очень помню Как мой учитель начальных классов это говорил Сиди тихо, иначе тапкой запущу Никому не нужны будем, мы никуда не поступим Кто написал Ночь, улица, фонарь, аптека Писатель Ну не Лермонтов И не Пушкин Нет, и не кто-то-либо другой Ночь, улица, фонарь, аптека, не помню Пушкин Но практически он, Чехов Ночь, улица, фонарь, аптека На Б начинается Шонни Нет Бондарчук Нет Александр, Б Брок На букву Б начинается Бродский Блок Александр, Б Бродский Блок А я знала Я знала Александр Да Ну почти, но в школе это написал Александр Блок Точно Школьный поступок или ситуация, за которые вам до сих пор стыдно? О нет, я это не расскажу ни в коем случае Давайте что-нибудь другое расскажу Вот что У нас пацаны как-то раз уронили шкаф Они уронили шкаф, а я в этот момент бессознательно, очень громко орала, и все подумали, что меня придавило Потом я просто ушла домой, но меня искали Ча-ща пиши С буквой Через а Ча-ща пишиcer Буквой а Через а С буквой а Ча-ща пиши с буквой А С буквой а С буквой а С буквой а Правильно Ча-ща, пиши с буквой А. Она должна писаться с буквой А. Да? Ошибся. Ну, это нормально. Назад школу закончишь, я уже все ничего не помню. То-либо-нибудь, что нельзя забывать? Ну, ключи дома нельзя забывать, когда ты уже вышел. То-либо-нибудь, на минус похоже. То-либо-нибудь... Друга в скорой не забудь. Тире. Дефис, тире. Почти, почти. То-либо-нибудь... Что по-другому? То-либо-нибудь, там в рифму должно быть. То-либо-нибудь, не забудь. Чёрточку не забудь. Чёрточку? Правильно. Ты через дефис. Чёрточку? Правильно. Чёрточку, дефис. Так, не так и не. Чёрточку не забудь. А, чёрточку не забудь. Где ты прятала шпаргалки? А ты такое можешь мне рассказывать? Можно. Шпаргалки, наверное, под рукавом, под краем юбки. В стельках, ну, в кроссовках, ботинках, я не знаю. Везде, абсолютно. Чаще всего, наверное, это был телефон, который просто лежал у меня под ногой. Шпаргалки, где я прятал. Ой. Да сложно было. У нас же не было ни новых технологий, ничего не разрешали приносить. В книжках где-то между страницами. Где вы прятали шпаргалки? В телефоне. В ботинке. В пенал прятал. Вот сюда вот на руку писал что-то. Я никогда не делал шпаргалки, потому что у меня были девчонки, которые делали для меня всё. Как бы это ужасно не звучало. И я просто у них списывал, но потом я им пел песни. 3, 14, 15, 92, 6. Что это? Считалочка какая-то. Это какая-то странная последовательность чисел, которую я не знаю. 3, 14, 15, 92, 6. Что это? Что пик? Да. 3, 14, 15. Неделимые. Мышка бегает, ещё такой звук издаёт. Пи-пи-пи-пи. Это звук аморза? Это число. А, это число пи. Да, правильно. А, точно. Пи. Число пи. Число пи. А, число пи. Кому на голову упало яблоко? Эээ, не утону. Не утону? Он ещё закон открыл. Да. Конечно же Эйнштейну. А ещё варианты? Блоку. Откройте секрет. Школьный поступок или ситуация, за которой вам до сих пор стыдно? Я на уроке химии испортила потолок. У нас в школе нашей, в регионе Благовещенске, такой кран был в парте. И он не работающий был и обрезанный. И я не думала, что там вода. Я его раскрутила, и вода ударила в потолок. И всё было коричневое, вот как некрасиво. Ничего себе. И это не конец, потому что я сбежала, и учительница меня не спалила. А следующий класс, который пришли, увидела это уже, когда другие дети находились, и перекрашивали кабинет они, а не мой класс, не я. Почему в дикой природе белые медведи не едят пингвинов? Я хотела подглянуть, но не успела. Блин, я никогда не задавалась этим вопросом. Они не едят пингвинов. Наверное, мясо для них непригодное, скорее всего. А они не в дикой природе едят пингвинов, что ли? Ну, может быть. Да? У них интересный факт. Слушайте, ну, может быть, ему просто очень жалко их. Медведи? Не, едят пингвинов. Не знаю, мы же поссорились. Они на самом деле находятся на разных полюсах. Плюсах, да. Они находятся на разных полюсах. Минус на плюс. Дает? Плюс. Плюс, да. Минус. Минус. Минус на минус что дает? Ну, плюс, естественно. Дает плюс. Равно плюс. Какой твой самый нелюбимый предмет? Математика, геометрия. Я вообще не человек. Вот все, что связано с числами, к сожалению, я упорно, правда, занималась. Я ходила к репетиторам на все дополнительные, которые у нас были. Но вот реально некоторым просто не дано. И я попала в число таких счастливчиков. Математика, алгебра, геометрия, физика, химия. Наверное, вот это мои самые нелюбимые предметы. Биология, география. Не люблю химию. Я вообще не понимаю, как все там связано. Эти водороды, серумы. Каждый, ой, все. Просто добавь воды. Я знаю такой сериал. Какой самый нелюбимый предмет? Химия. Потому что у нас была очень странная химия. В моей голове представление о химии, это были как раз опыты, смешивания, взрывы. А у нас была такая гуманитарная химия без единого опыта. И она была скучноватая. И мы там все засыпали на этой химии. Поэтому мы ее не любили. Я по этой же причине тоже не люблю. Да. Какие советы ты бы себе дала перед началом обучения в школе? Вау, я бы сказала себе, девчонка, это рано или поздно закончится. Да, не скоро. Да, нужно будет потерпеть. Но это точно пройдет. Какие советы ты бы дал себе перед началом обучения в школе? Не волнуйся сильно перед контрольными. Запомнить, что яблоко падает на Ньютона. Покупай решебники пораньше. Будет полегче. Начинать без решебников хорошо. Заниматься тем, что нравится. Наслаждаться последними днями лета. Какие советы ты бы дала себе перед обучением в школе? Я бы сказала, Анечка, ты и так самая умная и талантливая девочка. Не запаривайся из-за оценок и делай акцент на тех предметах, которые тебе реально нравятся. Но не идет у тебя химия. Ну и не нужна нам эта химия. Согласна. Сегодня я побывала в роли учителя и проверила школьные знания наших звездных учеников. Кому поставить пятерку, а кому двойку? Пишите в комментариях. А с вами была я, Алена Тимирова. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok